Всем привет! Меня зовут Женя Пешков. Я работаю в компании SCB Contour. Наша компания занимается тем, что разрабатывает различные приложения для бизнеса. Команда, в которой я работаю, команда инфраструктуры занимается тем, что делает различные вспомогательные сервисы и библиотеки, которые помогают разработчикам в других командах делать продуктовые сервисы. Например, мы делаем свою хранилку данных, систему хостинга приложений под Windows и различные библиотеки для написания микросервисов. Вообще у нас в компании принята микросервисная архитектура, у нас много веб-приложений, все они взаимодействуют между собой по сети и, естественно, в них используется довольно много многопоточного и асинхронного кода. Некоторым из этих приложений довольно критичны по производительности, им нужно уметь обрабатывать много запросов. О чем мы сегодня будем говорить? Мы поговорим про некоторые особенности работы с многопоточным асинхронным кодом в дотнете. Разберем некоторые примитивы синхронизации и конкарент коллекции, посмотрим, как они устроены внутри, а также поговорим о том, что делать, если не хватило производительности, если стандартные классы не справляются с вашей нагрузкой. Что вообще можно с этим сделать? Давайте начинать. Я всего расскажу четыре истории, которые так или иначе произошли у нас на продакшене. Первая история будет про task delay и timer cue. Скорее всего, эта история уже известная, о ней рассказывали в том числе и на dotnext тоже, но эта история получила довольно интересное продолжение, поэтому я ее добавил. Итак, в чем суть? Представьте, что у нас есть сервер, который умеет обрабатывать какие-то долгие запросы. Например, это приложение, которое конвертирует XML файлы в PDF. Есть клиенты, которые хотят запускать эти задачи на обработку и хотят дожидаться их результата асинхронно. Как такое ожидание можно реализовать? Первый способ — это полинг. То есть клиент кладет задачу на сервер, дальше периодически проверяет статус этой задачи, сервер при этом может вернуть ответ либо то, что задача уже готова, вот результат, либо вернуть ошибку, что задача еще не готова. Соответственно, клиент периодически эти запросы отправляет, пока ответ не появится. есть еще такая схема, которая называется лонг полинг. Здесь отличие в том, то, что клиент отправляет запросы с большими тайм-аутами. Сервер получает такой запрос, не сразу вернет ошибку, если результата нет, а попробует некоторое время подождать, вдруг результат у него появится. Таким образом, какие есть преимущества у лонг полинга перед обычным полингом? Во-первых, генерируется меньше объем трафика. Мы делаем меньше сетевых запросов, трафика гоняется по сети меньше. Также клиент сможет узнать о результате быстрее, чем при обычном полинге, потому что ему не надо ждать промежутка между несколькими запросами полинга. Окей, ну в принципе понятно, что мы хотим получить, как мы это будем реализовывать в коде. Например, у нас есть таск, который отправляет какой-то запрос на сервер, и мы хотим подождать его результата с тайм-аутом. То есть мы вернем либо результат из этого таска, либо кинем какую-то ошибку. Как мы это можем написать на C-Sharp? Например, мы можем вот такой код написать. Что мы здесь делаем? Мы запускаем наш таск, результат которого хотим ждать. Запускаем таск-делей и дальше, используя таск в NN, ждем либо нашего таска, либо таск-делея. Если получится так, что первым выполнится таск-делей, это значит то, что время вышло и, соответственно, у нас случился тайм-аут. Мы должны вернуть ошибку. Этот код, конечно, не идеален. Его можно доработать. Например, здесь бы не помешало отменить таск-делей, если send-a-sync вернулся раньше. Но это нас сейчас не очень интересует. Суть в том, то, что если мы напишем вот такой код и применим его при лонг-поллинге с большими тайм-аутами, мы получим некоторые перформансные проблемы. Что это за перформансные проблемы? Это высокое потребление ресурсов процессора. Может получиться так, что процессор загрузится полностью на 100% и приложение вообще перестанет работать. Казалось бы, мы не потребляем ресурсов процессора вообще. Мы делаем какие-то асинхронные операции, дожидаемся ответа сервера, а процессор у нас все равно загружен. Когда мы с этой ситуацией столкнулись, ну что мы сделали? Мы сняли дамп памяти с нашего приложения, а дальше использовали довольно известный инструмент WinDbg. Ввели вот такую команду, которая показывает стектрейсы всех менеджер потоков и увидели такой результат. У нас есть очень много потоков в процессе, которые ждут на некотором локе. Вот этот метод MonitorEnter — это то, во что разворачивается конструкция лок в C-Sharp. Этот лок захватывается внутри классов под названием Timer и TimerCueTimer. В таймеры мы пришли как раз из TaskDelay при попытке их создания. То есть что получается? Мы создаем TaskDelay и от этого у нас захватывается какая-то блокировка внутри TimerCue. Что же вообще такое TimerCue? Вообще у нас какая ситуация произошла? У нас произошел лок-конвой в нашем приложении. Много потоков пытаются захватить один и тот же лок. Под этим локом выполняется довольно мало кода. Ресурсы процессора здесь расходуются не на сам код приложения, а именно на операции по синхронизации потоков между собой на вот этом локе. Надо еще отметить особенность, связанная с дотнетом, что у нас потоки, которые участвуют в лок-конвое, это потоки из трэдпула. Соответственно, если у нас блокируются потоки из трэдпула, они у нас могут закончиться. Количество потоков в трэдпуле ограничено. Его можно настроить, но при этом верхний предел все равно есть. Когда мы его достигнем, когда все трэдпульные потоки будут участвовать в лок-конвое, у нас перестанет выполняться вообще какой-либо код в приложении, который задействует трэдпул. Это значительно ухудшает саму произошедшую ситуацию в приложении. Теперь давайте разбираться, что же такое TimerQ. TimerQ это некоторый класс, который управляет всеми таймерами в дотнет-приложении. Если вы когда-то программировали на WinForms, то, возможно, вы создавали таймеры вручную, но если не знаете, что такое таймеры, то я расскажу, где они используются еще в дотнете. Они используются, например, в TaskDV. Это как раз наш случай. Они также используются внутри cancellation токена в методе cancelAutor. То есть заменить TaskDelay на cancellation токен cancelAutor нам бы никак не помогло. Кроме этого, таймеры используются во многих внутренних классах дотнета, например, в HTTP клиенте. Насколько знаю, в некоторых реализациях HTTP клиент-хендлеров задействованы таймеры. Соответственно, даже если вы ими не пользуетесь, явно не запускаете TaskDelay, скорее всего, вы их все равно так или иначе используете. Теперь давайте посмотрим на то, как таймер-кью устроено внутри. Внутри таймер-кью есть глобальное состояние. Это двусвязный список объектов типа таймер-кью-таймер. Таймер-кью-таймер содержит в себе ссылку на другие таймер-кью-таймеры, на соседние в связанном списке. Также он содержит время срабатывания таймера и содержит в себе коллбек, который при срабатывании таймера будет вызван. Вот этот двусвязный список защищается лог-объектом, как раз тем, на котором случился лог-конвой в нашем приложении. Также внутри таймер-кью есть рутина, которая запускает коллбеки, которые привязаны к нашим таймерам и работает все это примерно так. Таймеры там никак не упорядочены по времени срабатывания, вся структура оптимизирована под добавление, удаление новых таймеров. Рутина, когда запускается, она пробегается по всему связанному списку, выбирает эти таймеры, которые должны сработать и вызывает для них коллбеки. Сложности операции здесь получаются такие. Добавление и удаление таймера происходит за от единицы, а запуск таймеров происходит за линию. Но если с алгоритмической сложностью здесь все приемлемо, есть одна проблема. Все эти операции, они захватывают блокировку. Это как раз не очень хорошо. Соответственно, какая ситуация может произойти. У нас таймеров скопилось в таймер-кью слишком много. Соответственно, когда запускается рутина, она захватывает лог на свою долгую линейную операцию. В это время те, кто пытаются запустить или удалить таймеры из таймер-кью, ничего с этим сделать не могут. Вот и происходит лог-конвой. Эта проблема была исправлена в .NET Core. Как ее исправили? Там расшардели таймер-кью. Вместо одной таймер-кью, которая была статическая на весь апдомен, на все приложение, взяли и сделали несколько таймер-кью. Соответственно, когда приходят потоки туда и пытаются запустить свои таймеры, эти таймеры попадут в случайную таймер-кью и у потоков будет меньше вероятности столкнуться на одной блокировке. Также в .NET Core применили еще некоторые оптимизации, разделили таймеры на долго живущие и коротко живущие. Для них теперь используется отдельная таймер-кью. И время коротко живущего таймера выбрали меньше 1,3 секунды. Не знаю, почему именно такая константа, но выбрали такую. В .NET Core проблемы с таймерами нам поймать никак не удалось. Этот фикс бэкпортнули в .NET фреймворк в версии 4.8. Вот здесь у меня на слайде показан тег netfxportconsider. Если зайдете в репозиторию .NET Core Core, по этому тегу можете поискать ищи, которые будут бэкпортиться в .NET Framework, их сейчас там порядка 50. То есть open-source .NET довольно помог. Довольно много багов исправлено. Можете почитать changelog .NET Framework 4.8. Это очень интересное чтение. По фикшену, надо сказать, очень много багов, гораздо больше, чем в других релизах .NET. Что интересно, то что этот фикс по умолчанию в .NET Framework 4.8 выключен. И включается он во всем известном вам файле под названием upconfig. Как же называется настройка в upconfig, которая включает этот фикс? Называется она вот так. use.net core timer. Я когда увидел, долго думал, но действительно настройка называется так. До того, как вышел .NET Framework 4.8, чтобы наше приложение работало и не уходило в лог-конвой, мы сделали свою реализацию task-двф. В ней мы попробовали использовать еще дополнительно бинарную кучу, чтобы более эффективно понимать, какие таймеры нужно сейчас вызывать. Но использование бинарной кучи здесь, оно позволяет оптимизировать рутину, которая вызывает коллбеки, но ухудшает время удаления произвольного таймера из очереди. Скорее всего, именно поэтому в .NET используется двусвязный список. Конечно, заиспользовать просто бинарную кучу нам здесь не помогло. Нам также пришлось расшардить таймер кью. И это решение, оно работало какое-то время у нас. Но потом все равно все снова упало в лог-конвой. Все потому, что таймеры используются не только там, где мы их запускаем явно, но и в используемых нами библиотеками и в коде .NET. Соответственно, чтобы полностью исправить эту проблему, необходимо обновиться до .NET фреймворка версии 4.8 и включить фикс от разработчиков .NET. Какие выводы из всей этой истории? Во-первых, подводные камни могут находиться реально везде, даже в тех классах, которые вы используете каждый день, не задумываясь. Например, те же таски, таск-делеи. Также рекомендую проводить нагрузочное тестирование ваших приложений. Вот эту проблему мы как раз выявили еще на этапе нагрузочного тестирования. Да, она у нас потом еще несколько раз выстрелила на продакшене в других приложениях и в этом тоже, но тем не менее нагрузочное тестирование нам помогло отдалить время до того, как мы столкнулись с этой проблемой в реальности. Также переходите на .NET Core. Вы будете получать исправление багов и новые баги самыми первыми. Вот куда же без новых багов. Окей, на этом история про таймеры закончилась и переходим к следующей. Следующая история про широко известный Simafor Slim. Какая у нас была изначальная задача? Мы хотели реализовать троттлинг на сервере. Что это такое? Ну вот, наверное, вы все знаете троттлинг по CPU. Когда процессор перегревается, он сам снижает свою частоту, чтобы охладиться и у него производительность ограничивается за счет этого. Также и здесь мы знаем то, что наш сервер умеет обрабатывать параллельно N запросов и не падать при этом. Соответственно, мы что хотим сделать? Мы хотим ограничить ему количество одновременно обрабатываемых запросами, обрабатываемых запросов этой константой и сделать так, что если к нему приходит больше запросов, они встают в очередь и ждут, пока выполнятся те запросы, которые пришли раньше. Как эту задачу можно решать? Ну, надо использовать какой-то примитив синхронизации, наверное. Ну вот есть семафор. Это такой примитив синхронизации, на котором можно подождать N раз, а после этого тот, кто придет N плюс первым и так далее, будет ждать на нем, пока семафор не освободят те, кто зашли под него раньше. Получается примерно вот такая картина. Вот здесь два потока выполнения, два воркера прошли под семафор, остальные встали в очередь. Конечно, просто семафор нам здесь не очень подойдет, он в дотнете синхронный, поэтому мы взяли семафор Slim и написали вот такой код. Создаем семафор Slim, дальше на нем ждем, под семафором обрабатываем наш запрос, после этого семафора освобождаем. Казалось бы, это идеальная реализация серверного троттлинга и лучше быть уже не может. Но на самом деле все гораздо сложнее. Мы здесь забыли немного про бизнес-логику. У нас на самом деле те запросы, которые приходят на троттлинг, это реальные HTTP-запросы. У них есть, как правило, некоторый тайм-аут. Тайм-аут, который задан тем, кто отправил этот запрос автоматически, или тайм-аут пользователя, который нажмет F5 через какое-то время. Соответственно, если мы будем обрабатывать запросы в порядке очереди, примерно в таком порядке их обрабатывает обычный семафор, то мы будем обрабатывать в первую очередь, когда будем вытаскивать из этой очереди запросы, те запросы, у которых тайм-аут, возможно, уже истек. А если мы будем обрабатывать в первую очередь те запросы, которые пришли самыми последними, то есть работать в порядке стека, то у нас такой проблемы не возникнет. Соответственно, нам пришлось, кроме семафор с лимазой, использовать еще concurrent stack, task completion source, навернуть очень много кода вокруг всего этого, чтобы это работало в том порядке, как нам нужно. Кто использовал concurrent stack? Есть люди? Task completion source? Да, есть. Task completion source – это такая штука, она похожа на cancellation token source, только не для cancellation токена, а для task. Вы можете создать task completion source, вытащить из него task, отдать его куда-то наружу и потом сказать task completion source, что надо выставить результат этому task, и об этом результате узнают те, кто на этом task ждет. Окей, мы реализовали всю эту штуку, я ее не привожу на слайде, потому что она на слайды не поместилась, код получился ужасен, и что было хуже всего, что он оказался нерабочим. Как только мы запустили этот код в довольно высоконагруженном приложении, ну на самом деле не как только, а спустя несколько месяцев, у нас была долгая история раскопки этой проблемы, вот, но не суть не об этом сейчас. Что у нас произошло в этом приложении? У нас в нем точно так же, как и в предыдущем случае, возросло потребление CPU, также до 100%. Мы проделали аналогичное действие, сняли дамп, посмотрели его в WinDBG и снова получилось, что у нас лог-конвой. Только где в этот раз произошел лог-конвой? Лог-конвой произошел внутри семафора Slim Wait-A-Sync и семафора Slim Release. Оказывается, что внутри семафора Slim тоже есть блокировка. Он не лог-фри. Это довольно серьезным оказалось для нас недостатком. Вот внутри семафора Slim есть внутреннее состояние, также это счетчик, сколько под него еще могут пройти воркеров и также есть двусвязный список тех, кто на этом семафоре ждет. Идеи здесь примерно точно такие же, что можно прийти на этом семафоре, подождать, можно отменить свое ожидание удалиться из этой очереди. Все оптимизировано также под добавление-удаление. Вот есть, естественно, блокировка, которая как раз нам жизни попортила. Что мы решили сделать? Мы решили, давай весь ужасный код, который нам пришлось написать. Давайте напишем свой семафор, который сразу будет лог-фри и который будет сразу работать в порядке стека. Давайте напишем. Определим вот такое состояние. Здесь будет число current count. Это сколько еще мест в семафоре осталось. Вот если мест в семафоре не осталось, то это число будет отрицательным, будет показывать, сколько воркеров находится в очереди. Также будет concurrent stack. Он будет состоять из task completion source. Это как раз будет stack вот этих самых вейтеров, из которых они при необходимости будут вытаскиваться. Давайте напишем метод wait-async. Что мы здесь делаем? Мы здесь вначале уменьшаем наш счетчик, забираем одно место в семафоре себе. Если у нас были свободные места, мы говорим, что все, ты прошел под семафор. Если мест в семафоре не было, мы создаем task completion source, кидаем его в стек вейтеров и возвращаем во внешний мир task. Когда придет время, эта task закомплитится и воркер сможет продолжить свою работу. Пройдет под семафор. Теперь напишем метод release. Метод release выглядит так. Мы освобождаем одно место в семафоре, инкрементим current count. Если current count был такой, что мы по нему можем сказать, что внутри стека есть вейтеры, которых нужно сигнализировать, мы этого вейтера вытаскиваем из стека и сигнализируем. Вот здесь вейтер — это task completion source. Вопрос к этому коду. Вроде бы он логичный, но он работает вообще? Какие здесь есть проблемы? Продолжение следует... Что в стеке? Нет, в стеке нет блокировки. В concurrent stack он лог-фри. Да, вот есть нюанс, связанный с тем, где запускается continuation от task completion source. Давайте рассмотрим вот такой код. Мы здесь создали task completion source и запустили два таска. Первый таск выводит единицу, выставляет результат в task completion source, а дальше выводит на консоль двойку. Второй таск ждет на этом task completion source, на его таске, а затем навсегда усыпляет свой поток из third pool. Что здесь произойдет? Task 2 разрежется на два метода. Второй метод — это, по сути, будет continuation, в котором будет находиться third slip, и он будет выполняться как раз на third pool. Когда мы выставим результат task completion source, этот continuation внезапно выполнится в том же потоке, в котором выполнялся первый таск. Соответственно, поток первого таска будет навсегда заблокирован, и двойка на консоль уже не напечатается. Что интересно, я пробовал как-то использовать, пробовал как-то поменять этот код, и если убрать вывод на консоли единицы, то у меня двойка печаталась. Если вот вывести единицу, то continuation выполнится в том же потоке. Не знаю, почему так происходит. Чтобы решить эту проблему, мы можем либо создавать task completion source с соответствующим флагом run continuations asynchronously, либо вызывать метод trace set result внутри task run или внутри third pool quser work item, чтобы он выполнялся не на нашем потоке. Если он будет выполняться на нашем потоке, у нас могут возникнуть неприятные сайд-эффекты различные. Не будем в это сейчас углубляться. Также здесь есть вторая проблема. Остановимся на ней внимательнее. Я покажу два метода weight-async и релиз сразу рядом. И попробуйте найти в методе релиз еще одну проблему. Скорее всего ее найти так просто невозможно, но здесь есть гонка. Она связана с тем, что в методе weight-async у нас изменение состояния не атомарно. Вначале мы декроментим счетчик и только потом пушим вейтера на стэк. Если так получится, что релиз выполнится между декрементом и пушем, то может получиться так, что он ничего из стэка не вытащит. Соответственно, нам нужно это учесть и в методе релиз дожидаться появления вейтера в стэке. Здесь мы это делаем в цикле, пока у нас его не получится вытащить. Ну и чтобы лишний раз не тратить циклы процессора, мы здесь используем spin-weight. То есть в первые несколько итераций у нас здесь он будет по циклу крутиться. Если у нас итераций здесь станет много, вейтер долго не появляется, то наш поток уйдет в thread-slip, чтобы лишний раз не расходовать ресурсы цеплу. Окей. На самом деле симафор с лифо порядком это не только наша идея. Такой симафор есть в самом дотнете, но не в core CLR, не в core fx, а в core rt. Довольно полезно бывает в репозитории дотнета заглядывать. Вот здесь есть симафор под названием low-level лифо симафор. Этот симафор он нам бы все равно не подошел, он синхронный, но что примечательно, он работает на винде, он работает через IEO completion порты. У них есть свойство, что на них могут подождать потоки, и эти потоки будут релизиться как раз в лифо порядке. Вот эта особенность там используется, он действительно low-level. Какие выводы из всей этой истории? Во-первых, не надейтесь то, что какие-то классы из фреймворка, которые вы используете из стандартной библиотеки, они справятся с вашей нагрузкой. Я не хочу всем этим сказать то, что симафор slim плохой, я хочу сказать только то, что он неприменим оказался конкретно в данном сценарии. Также нам здесь оказалось гораздо проще написать свой симафор для конкретной задачи. Например, он не поддерживает отмену ожидания на нем. Эта возможность есть в обычном симафор slim, у нас ее нет, но это позволило нам упростить код. Также нагрузочное тестирование, хоть оно и помогает, но оно поможет все равно не всегда. Вот эту проблему нам выявить таким образом не удалось. Ну и вообще дотнет довольно известен тем, что в нем довольно часто в неожиданных местах есть блокировки. Соответственно, лучше этих блокировок опасаться. Лучше, если в своем коде пишете конструкцию лог, задуматься, какая реально здесь будет нагрузка. Ну и если вдруг потребление cpu 100 процентов, там все потоки на локе стоят, то возможно это где-то внутри дотнета происходит. Просто имейте в виду такую возможность. Окей, переходим к следующей истории. Она будет про асинхронный ввод-вывод, который оказался не таким уж асинхронным. Здесь у нас случился также лог-конвой. Я не буду долго тянуть время, сразу покажу стек-трейс. Стек-трейс произошел, лог-конвой произошел по стек-трейсу внутри класса под названием overlapped и pinnable buffer cache. Вот там оказался лог. Что же это за классы overlapped и pinnable buffer cache? Вообще overlapped это такая структура в Windows, которая используется для всех операций ввода-вывода. У нас было довольно нагруженное приложение. Это один из шардов нашей распределенной файловой системы. Он соответственно много работает с файлами на диске и много работает с сетью. И таких структур ему понадобилось очень много. Вследствие этого и выявился лог-конвой. Мы стали разбирать в чем вообще причина этого лог-конвоя. Почему раньше все работало, а сейчас перестало. Тут надо заметить, что эта история происходила довольно уже давно. Во времена .NET 451, 452. Тогда 452 как раз вышел. И отличие оказалось как раз в изменениях, которые появились в .NET 452. В .NET 451 был класс под названием overlapped data cache. Он представлял из себя пул вот этих объектов overlapped. Действительно, зачем их создавать на каждую синхронную операцию? Проще сделаем пул. Этот пул был хороший, был lock-free, основанный на concurrent stacker. Вот с ним никаких проблем не возникало. В .NET 452 решили пооптимизировать пуллинг этих объектов и сделали pinnable buffer cache. Убрали overlapped data cache, сделали pinnable buffer cache. В чем отличие? Pinnable buffer cache сделан с расчетом на то, что у нас объекты overlapped нужно передавать в нативный код. Они при этом пинятся. А пиннить объекты в младших поколениях – это дополнительная нагрузка на сборщик мусора. Соответственно, наружу бы неплохо отдавать объекты, которые уже попали во второе поколение. Соответственно, и pinnable buffer cache, он разбит на две части. Первая часть хорошая, lock-free, также основанная на concurrent stack, если не ошибаюсь. Она предназначена для тех объектов, которые уже попали во второе поколение. Также есть вторая часть внутри этого пула. Это часть для объектов, которые еще находятся в нулевом и первом поколении и почему-то для них используется вместо lock-free структуры обычный лист с lock. Я не знаю, почему разработчики решили сделать именно так, но сделали и сделали. В такой ситуации lock-convoy происходил, если у нас закончились буферы, объекты, и нам нужно создавать новые, они тогда попадают как раз в плохой лист. И при возврате этих объектов в пул, потому что при возврате объектов lock захватывается для того, чтобы проверить, а не пора ли объекты из пула для нулевого и первого поколения переносить во второе поколение. Вот, собственно, мы стали изучать код pinable buffer cache и обнаружили, что в нем есть обращение к недокументированной переменной окружения. Оно называлось вот так. Это переменная позволяла задать количество объектов, которые будут находиться в пуле изначально. Ну, мы решили, но отличная возможность, давайте ей воспользуемся и поставим в эту переменную какое-нибудь большое число. Соответственно, теперь у нас в приложении появился вот такой voodoo код. Что мы здесь делаем? Мы вначале выставляем переменное окружение, затем создаем объект оверлепт для того, чтобы пул инициализировался, а затем вызываем сборку мусора несколько раз вручную. Сборка мусора вызывается для того, чтобы все объекты, которые находятся в этом пуле, попали уже во второе поколение, и pinable buffer cache от нас отстал со своим оконвоем. Это решение оказалось рабочим, и оно живо до сих пор во фреймворке. На .NET Core от pinable buffer кэша избавились. Там даже есть отдельные ищи про то, что от него надо избавиться. Но от него избавились тем, что перенесли оверлепт дата в нативную память. Соответственно, пиннинг, их в памяти он уже стал не нужен. Гарбатыш коллектор их никуда передвинуть не может, так как они в нативной памяти. Ну, все, на этом история в .NET Core и закончилась. В .NET Framework, по-моему, еще этот фикс не перенесли. Окей, выводы. Не все оптимизации одинаково полезны. Здесь явно хотели сделать как лучше, уменьшить нагрузку на сборщик мусора. Также в этот раз нам очень повезло, что была возможность минимальное количество объектов для этого пула задать через переменные, иначе нам бы пришлось писать более страшный хак. Ну и опять же, попробуйте .NET Core. Возможно, это решит ваши перформансные проблемы. И вам даже не придется для этого написать Voodoo код. Окей. Ладно. Теперь хватит с нас лог-конвоев. Мы перейдем к concurrent коллекциям, точнее к k-value коллекциям. Вы, я думаю, догадались, о какой коллекции пойдет речь. Вот в .NET есть несколько concurrent коллекций. Например, есть concurrent stack и concurrent queue. Эти коллекции хорошие, они лог-фри. В принципе, с ними конкретно у нас проблем не возникало. Есть такая коллекция, которая называется concurrent dictionary. С ней вот все интереснее. Она не лог-фри на запись, там есть и блокировки, но сейчас речь пойдет не о блокировках. Почему вообще concurrent dictionary используют? Ну, он довольно удобный. Его часто используют под различные кэши, на мемори, индексе, вот, прочие структуры, в которые нужно уметь обращаться из нескольких потоков. Его любят за то, что он абсолютно стандартный. Есть даже в .NET framework. У него есть довольно удобные операции именно для работы из нескольких потоков. Ну и что важно, у него чтение и нумерации лог-фри. Конечно, у него есть свои подвохи. Вот, но вот за это его любят. Как он устроен внутри? Давайте рассмотрим вообще, как устроена коллекция, основанная на хэш-таблице в .NET. Большинство key-value коллекции основаны на хэш-таблицах и выглядит примерно вот так. Вычисляется хэш-код, берется по модулю количество бакетов. Вот в самой коллекции есть несколько бакетов. В них хранятся элементы. Если происходит коллизия, то в один бакет попадает несколько элементов. Они связаны между собой по принципу связанного списка. Вот эта картина, если мы скажем то, что каждый квадрат здесь это отдельный объект, это почти concurrent dictionary. В concurrent dictionary на каждую пару ключ-значения создается отдельный объект. Вот эти объекты, причем при замене значений, если сами значения больше определенного размера, они постоянно пересоздаются. От этого возникает еще и memory traffic здесь. Здесь. Но вот чтобы это совсем был concurrent dictionary, я нарисовал здесь локи. Смотрите, здесь один квадрат, это один объект. Теперь посмотрим на то, как устроен обычный dictionary. Обычный dictionary устроен похитрее, чем concurrent на самом деле, но он более компактный по памяти. В нем есть два массива, массив buckets, массив entries. В массиве buckets находится индекс первого элемента в этом бакете в массиве entries. Все пары ключ-значения хранятся в массиве entries. Связанные списки здесь организованы через ссылки на индексы в массиве. То есть, по сути, дополнительно с парой ключ-значения хранится еще число, индекс следующего элемента в бакете. Окей. Давайте сравним теперь memory overhead, который возникает при использовании concurrent dictionary и обычного dictionary. Начнем с обычного dictionary. Memory overhead я называю здесь все, что не является самими ключами и значениями. В случае обычного dictionary у нас этот overhead составляет хэш-код и индекс следующего элемента. Два инта. Это 8 байт. А теперь посмотрим на concurrent dictionary. В concurrent dictionary элемент хранится внутри объекта concurrent dictionary нода. Это именно объект, класс. В этом классе находится int хэш-код и ссылка на следующий объект в связанном списке. То есть, что здесь? Здесь у нас есть заголовки объекта, ссылка на метод table. Это уже 16 байт. Есть int хэш-код и есть ссылка на объект. Если я не перепутал никакие размеры, то на 64-битной платформе это будет 28 байт оверхеда. Довольно так нехило по сравнению с обычным dictionary. Кроме memory overhead, concurrent dictionary еще способен создавать нагрузку на gc за счет того, что в нем есть очень много объектов. Я написал очень простой бенчмарк. Я создаю concurrent dictionary определенного размера, а дальше замеряю время работы метода gc-collect. Что же я получил? Я получил вот такие результаты. Если у нас в процессе есть concurrent dictionary размером 10 миллионов элементов, то сборка мусора на моем компьютере занимает полусекунды. На сервере при этом эти полусекунды вполне могут уже превратиться в несколько секунд, что уже может быть довольно неприемлемо. С обычным dictionary такого не происходит. Сколько элементов в него не клади, там обычные массивы, два объекта и все очень хорошо. На время работы сборщика мусора не влияет. Как можно справиться с проблемами, которые возникают при использовании concurrent dictionary? Давайте разберем такие простые эффективные решения. Например, мы можем ограничить размер нашего concurrent dictionary. Вряд ли нам нужно держать кэш на 10 миллионов элементов. Можно держать там тысячу и никаких проблем у нас не будет. Можно сделать TTL для элементов, периодически их вычищать. В некоторых случаях довольно эффективно использовать обычный dictionary с lock. Но естественно, надо убедиться, что lock здесь не ухудшит производительность. Можно этот подход развить и расшардировать еще этот dictionary с lock самостоятельно перед размещением элементов по словарям. по некоторому хеш-коду их раскладывать в несколько словарей. Тогда мы не будем конкурировать за один и тот же lock. Но при этом иногда бывает так, что простые решения не работают. Мы с такой ситуацией столкнулись. У нас очень важное приложение. Это мастер нашей файловой системы распределенной. И ему нужно хранить в памяти in-memory index из GUID в GUID. Где какие файлы хранятся, на каком сервере. В этом индексе было довольно много элементов, порядка миллионов. Из этого индекса постоянно кто-то читает что-то, пишут в этот индекс редко. Получилось так, что сборка мусора у нас стала занимать в этом приложении порядка 15 секунд для второго поколения. Это, естественно, было неприемлемо. Но что здесь решили сделать? Давайте поступим аналогично семафору и попробуем написать свой concurrent dictionary. Вот такой, чтобы он был также log-free на чтение, чтобы у него и нумерации были log-free, чтобы у него был меньше еврохед по памяти и меньше еврохед на ГЦ. Но также нам нужно, чтобы он поддерживал только сценарий, когда у нас будет один писатель в него и несколько читателей. То есть пишут в него редко и нам не нужно, чтобы он был прямо очень хорош на запись. Достаточно на чтение. Ну и вообще можно так, чтобы он даже проходил в какое-то невалидное состояние, если в него придут несколько писателей сразу. Их можно извне синхронизировать. ну и пусть по возможности все это дело еще не попадает в large object heap. Ну почему бы и нет. Окей, когда мы решили попробовать сделать такую штуку, что начали исследовать? Начали исследовать, а можно ли как-то обычные дикшенеры привести в нужное нам состояние? В обычном дикшенере, я напомню, есть массив бакетов, массив entry. Вот в entry хранится ключ, значение, хэш и ссылка, индекс следующего элемента. На самом деле обычный дикшенер, он потокобезопасен, если в него никто не пишет ничего, читатели никак его состояние не могут поменять. То есть возможно это тоже может решить какие-то проблемы. Что же может пойти вообще не так, если все-таки будут записи параллельно с чтениями. А пойти не так может вот что. Во-первых, при ресайзе, когда массивы заменяются на массивы размеров больше, читатель может увидеть два массива, относящиеся к разным версиям нашей коллекции. Эта проблема решается довольно просто. У нас есть дикшенеры, у него есть два массива bucket centers, мы объединяем эти массивы в один объект и подменяем его через interlocket при необходимости. Соответственно читатель никогда не увидит два массива из разных версий. Также в интернете есть такая страшилка, что при многопоточном доступе к обычному дикшенере в нем может получиться цикл через вот эти индексы ссылки внутри bucket. Но на самом деле этот цикл появиться может только если будет несколько конкурентных писателей. Если писатель конкурентный один, то сломаться могут только читатели, а писатель проведет коллекцию в нужное ему состояние. Соответственно, если у нас будет два параллельных писателя, то они могут образовать цикл внутри коллекции. Это довольно легко на самом деле воспроизвести. Также мы можем почитать мусор вместо enter в дикшенере. Также можем случайно перескочить по индекс ссылкам куда-то не туда в коллекции. Давайте посмотрим, посмотрим, как эти проблемы можно вообще решать. На самом деле решение пришло из .NET фреймворка версии 1.1. В нем появился как раз класс хэштейбл. Это не дженериковая версия дикшенера, которая работает с объектами. Про нее прямо на MSD не сказано, что она реализует нужный нам сценарий. Она потокобезопасна, если из нее будут параллельно читать и будет один писатель. Но это, конечно, нас заинтересовало. Стали разбирать, как хэштейбл вообще устроен внутри. Давайте посмотрим, как он решает некоторые обозначенные проблемы. Например, мы могли прочитать мусор вместо дикшенеры entry. Почему так может произойти? Потому что дикшенеры entry он большой, он больше, чем 8 байт. Его, казалось бы, не почитать атомарно. Но на самом деле можно. Как это сделать? Как это сделано в хэштейбле? Там сделано это так. Заводятся две переменные. Флаг пишут ли сейчас в структуру, которую мы хотим читать, и int-версия. Это очень стандартное решение, прикрутили версию. Писатель что делает? Выставляет флаг, что он сейчас будет писать, пишет, обновляет версию, снимает флаг. Читатель делает чистое чтение. Он в цикле крутится и проверяет, поменялась ли версия состояния этого флага при чтении. Если элемент поменялся или его меняют сейчас, надо попробовать перечитать. Такое довольно интересное решение позволяет считать атомарно структурой больше, чем 8 байт. Так, еще мы можем, что мы могли сделать? Мы могли перейти по индекс ссылкам в мусор. Давайте посмотрим, как это вообще происходит. Вот в дикшнере можно перескочить на другой бакет при чтении из него, если при этом есть запись. Разберем пример. Вот у нас есть дикшнеры, состоящие из двух элементов. Я для простоты здесь написал ключи. 0 и 2. Это один бакет, один остаток у них отделения на 2. Что мы делаем? Читатель приходит и читает 0 и запоминает, что ему дальше нужно перейти в ячейку, где сейчас находится двойка. После этого его поток там прерывается, засыпает. Дальше приходит писатель, удаляет двойку. Дальше писатель добавляет на место этой двойки, например, единицу. Единица дает другой остаток отделения на 2, соответственно, это уже будет другой бакет. А наш читатель-то он запомнил, что ему надо перейти в ячейку, где находится, где находилась двойка. Соответственно, он ее читает, ну и читает оттуда единицу. Все, мы перескочили на другой бакет. В хештейбле от этой проблемы защитились тем, что отказались от бакетов и индексов ссылок вообще. Там используется другой подход к разрушению коллизий. А именно там сделали обработку коллизий через так называемый порядок обхода. Элементы точно так же лежат в одном массиве. Вот все. Но при этом у нас уже нет массива бакет, есть только массив энтерос. На самом деле он там называется бакет. Хотя по логике он должен называться энтерос. Дальше берется хешкод от элемента, который мы хотим в этой структуре найти. И мы понимаем, в каком порядке нам надо пройти по ячейкам в этом массиве, чтобы поискать наш элемент. Соответственно, предзаписи мы запишем наш элемент в первую свободную ячейку в этом порядке обхода. Если свободных ячейк нет, то тогда уже будем ресайзить коллекцию прочтения. Будем идти в порядке обхода, пока не найдем нужный нам элемент, либо не найдем элемент, в котором записан признак того, что элементов дальше явно нет. Возможно, идея с порядком обхода довольно смутная показалась. Я сейчас попробую на примере показать. Рассмотрим самый простой порядок обхода, который может быть. Это последовательный. Как он работает? Например, у нас есть некоторый ключ и хешкод от него, например, равен двум. Мы вообще берем хешкод по модулю capacity нашей коллекции, чтобы можно было его и дальше использовать как индекс в этом массиве. Так вот, у нас хеш двойка. Соответственно, мы хотим найти элемент с таким хешом, с определенным ключом. Мы посмотрим на ячейку с индексом 2. Там есть этот элемент. Если есть, то все, хорошо. Мы его уже нашли, его и вернем. Если там оказался какой-то другой элемент, то мы идем в следующую ячейку по счету. Именно в ячейку с индексом 3. Смотрим, есть ли элемент там. Если там не оказалось, то идем в четвертую, в нулевую, в первую. Порядок обхода, который используется в хештейбле, он на самом деле не последовательный. Он более сложный. Там используется так называемый дабл хешинг, отличается от последовательного тем, что в качестве шага взято не единица, а другое число, которое вычисляется с использованием хеша. Вот. Есть такое свойство, то, что размер шага, с которым мы идем по массиву и размер этого массива это взаимно простые числа, то при обходе массива мы пройдем все его элементы ровно один раз. Вот это и используется в хештейбле. Там сделано так, то, что размер массива это всегда простое число, соответственно, там любое число подходит в качестве размера шага. Мы начинаем идти с произвольной ячейки и дальше в нее же по циклу, по массиву и приходим. Таким образом у нас нету никаких бакетов. Вот, соответственно, нам некуда перескочить или прочитать что-то не то. У нас не могут эти ссылки поломаться, становится лучше. Мы здесь уже реализовали почти все, что нам, что хотели. Остались лог-фри иннумерации и то, что наша структура не должна попадать в лог. Как сделать иннумерации? Ну вот на MSD в документации про хештейбл сказано то, что он не потокобезопасен на иннумерацию. В своей реализации мы эту иннумерацию ему прикрутить можем, но в силу особенности алгоритма нам придется смириться с тем, что у нас при иннумерации некоторые элементы могут повторяться дважды с одинаковыми ключами. Мы элемент прочитали, потом его удалили, добавили снова и, соответственно, мы придем, когда будем иннумерироваться по коллекции, мы потом снова найдем элементы с точно таким же ключом и вернем его еще раз. Если мы хотим избежать этого поведения, то мы можем использовать чистое чтение, но не для отдельных элементов в нашей коллекции, а для бакетов, то есть положить в основу нашей коллекции идеи обычного дикшенера с бакетами, обычную хештаблицу, но эти бакеты всегда зачитывать с чистым чтением. То есть если кто-то успел написать в бакет, то бакет нам надо перечитать, так как записи у нас не такие частые, то это для нас не очень критично. Но и еще менее критичным это позволяет сделать следующее. Мы еще хотим, чтобы наша структура не попадала в large object heap. Что для этого мы можем сделать? Мы можем ее расшардить. Вот заменим наш кастомный дикшенеры на кастом дикшенеры сегмент и поверх всего этого сделаем вот такую обертку. То есть наш дикшенеры, он состоит из нескольких сегментов. В них элементы распределены по хешу. Каждый сегмент это вот тот дикшенеры, о котором мы говорили до этого. Соответственно в каждом из этих сегментов массив маленький, он в large object heap не попадает. Так как эти мастивы сами по себе маленькие, то и бакеты в них маленькие. Соответственно мы можем позволить себе роскошь такую, как их чистое чтение, перечитать целый бакет, если вдруг в него кто-то что-то записал. Ну и как развитие этой идеи мы можем сделать блокировки на наши сегменты и это уже получится почти тот самый конкарент дикшенеры, который и есть в дотнете, но с более ограниченной применимостью для конкретных сценариев, где не нужны все фичи обычного. Соответственно, какие из всего этого выводы? Дотнет не идеален. Собственно, ничего не идеально. Все те структуры, которые есть в стандартной библиотеке, они заточены под то, чтобы работать в наибольшем количестве сценариев. Если у вас какой-то свой сценарий, то вам нужно что-то другое. Соответственно, когда пишете код, проведите тестирование, убедитесь, подходит ли вам стандартное решение. Если что-то идет не так, изучите, как оно работает, что находится внутри стандартного класса, который вы используете. Если это не помогло, то значит, если вы изучили, как оно работает и не поняли, что именно надо поменять вам в своем коде, возможно, вам нужно пойти на некоторый внутренний конфликт и изобрести велосипед. Вдруг ваша задача этого требует. Изобрели велосипед? Протестируйте свой велосипед. Убедитесь, что работает. Окей. Дальше я здесь оставлю несколько ссылок. Первая ссылка на статью моего коллеги Ильи Локтионова про некоторые подвохи Concurrent Dictionary. Можете ее прочитать. Вообще, надо сказать спасибо команде инфраструктуры Контура Илье Локтионова. Без них этот доклад бы не состоялся. Спасибо за помощь с прогонами, за исследование внутренностей Дотнета. Также приведу здесь ссылки на гитхабу. Первая ссылка это ссылка на нашу библиотеку, которая лежит в опенсорсе, содержит в себе лифосимофор, о котором было рассказано, а также вторая ссылка на мой репозиторий, который я сделал с примерами. Здесь есть некоторые примеры кода, которые были в докладе. Можете зайти и посмотреть. Я вижу уже, что я уложился в 59 минут 30 секунд, поэтому на вопросы времени не осталось и приглашаю всех в дискуссионную зону. Субтитры создавал DimaTorzok